Мат. Не то чтобы отборный, но регулярный, причем поддающийся контролю. С малознакомыми людьми и наоборот просто рвется наружу со знакомым. А, с незнакомыми у него контроль, а со знакомыми просто рвется наружу. Роднёй, наедине. Это стало уже неотъемлемой частью речи. Понимаю пагубу, а поделать ничего не получается. Как быть? Ну, я думаю, что в состоянии мата есть две стороны. Первая – это паразит, который внутри сид, демонический, который требует, чтобы человек определенную энергию выражал. Я думаю, что, скорее всего, этот мат связан еще с агрессией. Во-вторых, есть какое-то внутреннее противоречие, есть какая-то внутренняя недовлетворенность, какая-то нереализованная энергия, которая вырывается наружу. Поскольку он нереализует то, что что-то правильное, она вырывается посредством воздействия паразитических, скажем так, сил. Демонюшки раскручивают его на такую форму ругания. Ему нужно направить свою янскую энергию в нужное русло и самореализовываться, чем через что угодно заниматься. То есть вообще человеку нужно заниматься самообразованием и самовоспитанием. Как это сделать? То есть человек должен по какой-то традиции прийти, ну, предположим, пришел он в группу, где, ну, люди, предположим, занимаются белаяром. В большой группе и в течение каких-то там часов, например, лучше, когда время проводится длительное, ну, предположим, на неделю куда-то поехали и занимаются. Где люди не ругаются, где принят определенный образ общения, на определенной энергии, с определенным качеством. Где есть возможность свою энергию янскую выражать, то есть пробуждать в себе что-то, реализовывать что-то. То есть он со временем научится правильно выражаться. То есть это как маленький ребенок, у которого идет какая-то эмоция, и он его удержать не может. То есть чего-то испугался, плачет, рыдает там вовсю. Ему там рассмешила какая-то глупость, он смеется и остановиться не может. То есть он, в принципе, ничем не отличается, по большому счету, от его маленького ребенка. То есть как человеку помочь? То есть надо его приучать к чему-то другому. Почему он себя с одними людьми сдерживает, с другими не сдерживает? Потому что есть какие-то люди, на которые на него не оказывают такого впечатления. Есть люди, которые не оказывают впечатление. То есть новый человек, например, который приходит в вашу жизнь, он оказывает какое-то новое впечатление. На новое впечатление, как правило, человек реагирует. К старым людям человек уже притерся, то есть впечатления на него не производят, то есть он не привык. Это как вы ходите по лугу, вы видите траву. Первое впечатление, когда вы зимой ее увидели, первую зеленую траву, у нас впечатление производит, и у вас какая-то эмоция. Когда вы уже пожили, предположим, уже длительное время весна или лета, вы к траве привыкаете, вы не замечаете, эмоции никаких. Также, когда появляется что-то новое, у вас идет какой-то эмоциональный всплеск. У детей он очень яркий, они что-то видят, более ярко сразу выражают. То есть взрослые научатся сдерживать свои эмоции, выражать их правильно. Для этого человеку нужно научиться работать свои эмоции. Я думаю, что у него, в первую очередь, проблема с морально-нравственной базой, что человек не умеет правильно выражать свои мысли, свою энергию. Скорее всего, человек не практикует ничего, ничем не занимается и живет как разумное животное. Когда человек живет как разумное животное, всегда будет что-то такое, что будет вот так выражаться. Это может быть ругань, это может быть уныние, он у кого-то будет это сваливать, жалобы. Ну, все что угодно, что на уровне социального животного, человек выплескивает наружу в надежде, что другие из него сделали его работу. Потому что если он вырывает с агрессии, он матерится. То есть это признак того, что эта энергия не умеет управлять, не понимает ее природу и не понимает, куда ведет этот объектор. То есть его нужно воспитывать. И лучше, когда в команде какой-то, где есть окружающие люди, где четко прописано, что можно, что нельзя. И где такие его поступки, сразу с окружающей стороны будут пресекаться, и ему будут говориться, что так жить нельзя, что ты даже не белая ворона, а ты как бы вот бешеная собака среди разумной собранной стаики, так можно выразиться. Самый простой способ это в команде приучить его это не делать. Когда все ему будут это говорить, и у него появится способ реализовывать свою ядинскую энергию правильно, как-то более-менее гармонично, чем угодно можно реализовывать, можно пойти на единоборство, можно заниматься каким-то активным спортом, все что угодно, чтобы он эту энергию выражал. И кроме мат можно поменять на какие-то выражения, скажем так, литературные, если можно выразиться, как называемые красные словца, в котором нет самого мата, и научиться выражать свои мысли без агрессии. Но это вопрос культуры, культура выражения энергии. Когда человек идет в какой-то культурной традиции, его к этим вещам приучают. Или человек живет как разумное животное, просто кушает, пьет, веселится, пьет алкоголь, ложится спать. Живет как животное, которое просто поддерживает свою жизнедеятельность. Этому будет научиться сложно, если только вы, окружающие, этому не будете помогать, и требовать от него выражать свои энергии, выражать свои мысли более-менее гармонично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова